Струнная. Всем добрый вечер. Я вижу, нас уже ждут гости. Итак, сегодня у нас 10 марта 2021 года. И мы начинаем нашу уже традиционную презентацию, посвященную технологии SkyWay. Сегодня она у нас пройдет... В принципе, мы каждую неделю встречаемся, и каждую неделю у нас бывают разные форматы. Бывает, выступаю я, бывает, выступает электрорасов. Бывает, мы делаем такие встречи, типа поболтать, как было в прошлый раз. В принципе, очень понравилось. Обменялись информацией и так далее. Но сегодня у нас пройдет в формате презентации полноценной. Олег, немножко у тебя шумит. Микрофон шумит. Пока или отключи, или не шуми. Так, ну что, давайте тогда начнем. Это было у нас видео из Шарджи. Это было интервью на радио, которое было в январе. Ну и, собственно, немножко послушали, зарядились. Там, в принципе, основные такие моменты были озвучены. Ну и в конце, наверное, мы можем тоже немножко досмотреть. Начали смотреть, мы его досмотрим. Итак, зовут меня... Сейчас посмотрим. Да, подгружается. Зовут меня Алексей Новомович. Вот я сам из Беларуси, живу в Минске. Технологию поддерживаю уже с 2014 года. Сам по образованию инженер-программист по первому образованию. По второму образованию финансист. Ну и все эти годы я активно продвигаю, активно рассказываю, то есть поддерживаю. Ну, в общем-то, целиком полностью увлечен в проект. Как такой, как несу эту идею в мир, в ее реализацию. Ну и тут еще одна фотография из Экотехнопарка, где у нас в центре стоит автор технологии Юницкий Атольдаревич с супругой. Ну и вокруг него мы, партнеры, которые и продвигают технологию в мир. Ну и начнем мы с проблем современного транспорта. Проблем, я думаю, что каждый, ну, в принципе, любой человек, кто у нас хоть на чем-то передвигается, я думаю, сталкивался с транспортными проблемами. Вот, ну и так немножко забегая, возвращаясь немножко назад, 1914 год, таким образом рисовали художники транспортную систему будущего. Вот, как видим, снизу что-то нету и машинки, и санки, и собаки, и люди, то есть и трамваи, вот. Ну и сверху, соответственно, какой-то сверху транспорт некий, вот, который находится на втором уровне. Вот, ну вот они немножко предсказывали, и, в принципе, мы к этому сейчас очень активно идем. Вот, ну, тоже такой вот, это из той же серии, тоже такая же картиночка. Ну вот, уже вникая в проблемы транспорта на сегодняшний день, вот, ну, всем, в принципе, я думаю, всем очевидна проблема пробок, проблема аварийности, проблема, ну, особенно, то есть у нас еще может быть в Минске более-менее с этим порядок, то есть за счет того, что после войны город перестроили полностью, то в таких странах, как Индия, как Китай, как во многих европейских, там, в Египте, то есть в африканских странах очень-очень-очень большая проблема с транспортной ситуацией, вот. Ну, и это, естественно, необходимо решать. Проблема с транспортом не только в перемещении людей, вот, также проблема в перемещении грузов, то есть контейнеры приходят в порт, вот, их огромное количество, это все необходимо обеспечить логистику, переправить, то есть это тоже одна из проблем, которая существует на сегодняшний день. Вот, ну, естественно, как же без паводков, без заносов снегом? У нас в этом году была очень снежная зима, я думаю, что все прочувствовали, каково это, когда зима снежная, вот, когда у нас под окнами каждую ночь гоняли тракторы, защищали снег, вот, ну, когда транспортная система находится на земле, то, естественно, приходится бороться со всеми вот этими вот негативными, ну, как для транспорта явлениями. Ну, естественно, это выброс в окружающую среду, естественно, это последствия взаимодействия с нефтяными продуктами, то есть всевозможные разливы и так далее, то есть проблем, проблем очень много. Копоть, выбросы в воздух, всем этим мы дышим, вот, ну, естественно, с этим надо что-то делать. Вот, транспорт электрический, это какой-то такой первый шаг, который, ну, сейчас вообще тренд, то есть первый шаг к тому, чтобы уйти от этого, вот, но, чтобы получить электричество в современном мире, все-таки приходится что-то сжигать, вот, там или газ, или нефть, или уголь, вот, то есть все-таки тренд, он, да, на электричество, но еще на такие источники, ну, как возобновляемые, там, солнечная энергия, ветровая энергия и так далее, вот, ну, все к этому, в принципе, идет. Ну, и еще одна из проблем, еще одна проблема в транспорте, да, это то, что дорого строить, то есть, чтобы построить дорогу, как указано справа, надо прорубить где-то проезд в горах, но, естественно, это и дорого, и долго, чтобы построить обычную, казалось бы, автомобильную дорогу, нужно вырубить лес, вот, я сам родом из города Солигорска, и у нас, чтобы построить трассу, ну, родом из Солигорска, чтобы построить трассу из Минска в Солигорск, и вот такую, ну, хорошую бетонку, у нас это бетонка идет с узком направлении, Чтобы ее продлить, тоже тратилось какое-то невероятное количество. То есть лет 5, наверное, у нас буквально какие-то километров, наверное, меньше, наверное, 50, то есть километров 30, наверное, 40 строили эту дорогу, и не меньше 5 лет. То есть это все очень дорого и очень долго. То есть это и животные. Мы сейчас часто ездим, там ограждение сделали для животных, потому что там много лосей в этих краях, постоянно бегают. Тоже, в принципе, для зверей все это является преградой. Ну и были попытки у людей делать всевозможные надземные решения для перехода естественных препятствий в виде рек, в виде гор. Но все это немножко неэффективно. Кстати, вот эта картиночка, вот этот конкретный слайд, это действующая система в Германии, в Уперталь. И, кстати, у нас один из наших партнеров, Ольга из Германии, она была на этой неделе, буквально на этой неделе, она была в Упертале. И она нам прислала видео вот с этой дорогой. И, наверное, мы даже, может быть, не будем дожидаться конца. Давайте сразу и посмотрим. Я, в принципе, добавил. Сейчас попробуем переключиться. Посмотрим, как вот эта надземная транспортная система, которая уже работает около 70 лет, как она сейчас, до сегодняшнего дня она все еще работает. Так что, ну, тоже интересный момент, было любопытно посмотреть. Давайте посмотрим. Продружается? Да, есть. Вот, видите, река. Над ней выстроена конструкция металлическая. И вот подвесное метро Уперталь, Германия. Это уже вид со станции. Ну, наша Ольга не стала себя тут показывать, вот, поскромничала. Но, тем не менее, вот это свежие кадры, вот, прямо из Германии, так сказать, свеженькая. Ну, и какие мы видим минусы? То есть, это вот сама надземная система, надземная транспортная система, это классно. То есть, это тот фактор, что мы уходим с поверхности земли. Но, как мы видим из минусов, это то, что здесь очень массивная конструкция. Вот эти вот железные балки, вот это вот полотно. То есть, оно все интересно, но, ну, как бы массовая, она не стала до сих пор массовой, я думаю, из-за того, что в сложности ее построения. Вот, сложность построения конструктивная, плюс, наверное, какое-то ограничение по скорости и так далее. Вот, и, ну, необходим был какой-то следующий, следующий шаг для того, чтобы, ну, следующий шаг у совершенствования технологии, чтобы внедрять ее максимально быстро и по всему миру. Вот, ну, и об этом мы поговорим чуть на следующих слайдах. Вот тоже так, кстати, это из Китая. Ну, в Китае у нас пока партнеры не ездили. Вот если кто-то там был, то, может, прислали бы нам и видео с этой дорогой. Вот, ну, тоже видим, что она довольно массивная и, ну, смотрится немножко тяжеловато. Вот, также есть решение и, всевозможные канатные дороги, которые вы все знаете прекрасно. Есть решение фуникулеры, вот, ну, и так далее. Ну, идеальным решением является транспортная система, которую разработал Анатолий Дорожьевич Юницкий. Вот, ну, и почему она идеальна, мы сейчас об этом убедимся с вами, посмотрим. Один из, естественно, факторов – это ее ажурность, легкость. То есть нету таких массивных элементов, которые мы видели в предыдущих системах. Вот, посмотрим даже в основе ее лежит струнный принцип, то есть это вроде как снаружи смотрится как обычный рельс, но внутри заложена струна, вот, которая позволяет делать неограниченной длины путевую структуру. То есть можно переходить любые реки, можно переходить горы. То есть, ну, вот, видите, вот, получается, что вот это то идеальное решение. То есть это как такая нить на фоне синего неба. Вот, никаких опор. То есть все очень, ну, и, во-первых, это и дешевле, это и красивее, это и эффективнее. То есть, ну, тут, то есть, ну, вот, это тот ответ, почему это идеальное решение. Вот, ну, и если углубиться уже немножко в детали, то есть сам струнный принцип, он известен давно, применяется, в принципе, в мостовых всевозможных конструкциях. Вот, и... Тоже очевидно, я думаю, что, применяя струнные вот такие вот рельсы, довольно протяженно большой длины, нет необходимости там засыпать озера или там срезать горы. То есть достаточно просто составляются опоры А и Б, вот, соединяются длинным, прямым рельсам, вот, ну, и транспортное средство без труда перемещается над поверхностью земли по идеально ровной поверхности, дешево, быстро и легко. Если углубиться в виды, то есть для разных условий есть разные путевые структуры, есть вот та, которая в центре, это может разгоняться до 500 км в час подвижной состав. То, что сверху, это скорее предназначено для городов и скорости до 150 км в час. Ну, и снизу трассы с провисом, это уже для преодоления каких-то больших пролетов, там, вплоть до даже до 5 км. То есть технология позволяет, обратите внимание, преодолевать расстояние между точками, двумя точками до 5 км. То есть это очень-очень-очень много, никакая современная, другие современные мосты такого просто не могут обеспечить. Ну, и это тоже живая картиночка из Экотехнопарка, это не фотошоп, это уже действующая транспортная система, которая находится в Беларуси. Это тоже вот эта вторая трасса, которая там же находится. Здесь мы видим снизу городское решение, сверху высокоскоростное. Ну, и в принципе, сама станция, которая здесь вот находится, она по пропускной способности, она может приравниваться к пропускной способности дубайского аэропорта. Кстати, это очень тоже интересный момент. Берем один из крупнейших аэропортов в мире, дубайский аэропорт, и вот у него пропускная способность будет точно такая же, как вот эта маленькая станция. Вот, а все за счет того, что нет необходимости людям ждать длинные очереди там на таможне, длинные очереди там на посадку, на еще на что-то. То есть, здесь человек пришел, сел на станцию, сел в свою кабинку и поехал. Пришел, сел, поехал, пришел, сел, поехал. То есть, может быть, беспрерывный пассажиропоток, то есть, он по пропускной способности не меньше, чем ветка метро там в Москве или в Минске. Вот, поэтому тоже красивая фотография, закат в Эко-технопарке, тоже все реальное, все действующее. Мы уже катались неоднократно. Это сам автор технологии, Юницкий Анатолий Дарвич. И здесь мы видим, ну, еще история транспорта длинная. Вот, кому интересно, есть и книги, есть брошюры. То есть, это такая история длиной в жизнь. Вот, и начиналось все это в 1988 году. То есть, это не то, что взяло и там из ниоткуда по щелчку появилось. То есть, это большая-большая история, которая сейчас уже фактически реализована. Вот, и написано огромное количество книг, монографий. Вот, и, ну, я как счастливчик обладаю самыми последними новинками книжными. Вот, и у меня, в принципе, эта книга вот с собой, она есть. Кому интересно, тоже можно, видите. Книги вот эти можно, ну, во-первых, их могут вам подарить. Вот, за особые заслуги, вот, некоторым активным нашим партнерам. Вот, ну, а те, кто менее активные, вот, могут сами, в принципе, себе где-то приобрести. То есть, есть в открытом доступе на сайтах, на белорусских, на российских. Можно эту книжечку заказать. Очень хорошая книга со всеми иллюстрациями, с историческими какими-то экскурсами. То есть, как развивалась технология. То есть, ну, это довольно интересно. В принципе, когда начинаешь изучать, ну, вот, берем любой бренд, там, Adidas, например. Начинаешь изучать историю там бренда, как были два брата, Adi и Das. Да, вот, и, то есть, как развивалась, ты по-другому смотришь на этот бренд. Вот, и так и вот ты со Skyway. То есть, когда начинаешь изучать предысторию, ты понимаешь, через что все это прошло. Вот, и то, где мы находимся, и понимаешь все причины и следствия. Поэтому книжечку эту рекомендуем всем почитать. Ну, и еще пару слов, помимо тех конструктивных особенностей, которые мы видели на фотографиях, также немаловажным является аэродинамическое сопротивление. В принципе, аэродинамическое сопротивление – это то, на чем бьются самые-самые светлые умы инженеры. Все мы знаем, что там спорткары, они вылизывают свои автомобили, чтобы было минимальное сопротивление воздуха. Ну, и это все неспроста, потому как чем выше скорость, тем больше сопротивление воздуха. Ну, вы наверняка знаете, когда едешь в машине, там высовываешь руку в окошко. Вот, чем больше скорость, тем сильнее вашу руку отталкивает назад. То есть, чем выше скорость, тем еще более усиливается трехкратно сопротивление воздуха. Поэтому здесь Юницкий тоже в этом плане проработал технологию очень глубоко. Ну, и мы видим, что транспорт Skyway, высокоскоростное решение, которое до 500 км в час выведено сверху, оно в 10 раз фактически эффективнее, чем аэродинамическое сопротивление у автомобиля, указанного снизу. То есть, это просто на порядок эффективнее. Ну, и так, если еще затронуть пассажировместимость, то есть решение на 14 человек, есть решение на 6 человек. То есть, в принципе, под любую задачу есть на 2 человека, на 50 человек. Кстати, когда делались модели в 17-18 году, доковидные, то делался акцент на транспортные составы большей вместимости. То после ковида, что интересно, после 20-го года, стал идти акцент уже на транспортные решения меньшего объема. То есть, такие транспортные решения, чтобы они умещали буквально одну семью, чтобы не приходилось надевать маски. То есть, сел с своей семьей и отправился туда, куда тебе необходимо. Иногда спрашивают, а не свалится ли ваш подвижной состав с дороги где-то там вот сверху. Ну, отвечаем, что не свалится. Есть и специальная противосходная система. И это не просто струна, а это струнный рельс, который имеет прямоугольную абсолютно правильную форму. Поэтому не свалится, все будет держаться. Но это уже, в принципе, было доказано в акцентопарке. По таким параметрам, если еще раз пробежаться назад и посмотреть, то по капитальным затратам это самое эффективное. Зелененький – это Skyway, а синенький – это все остальное. По капитальным затратам, это затраты на строительство дороги. Ну, очевидно, оно наименьшее. То есть одно дело – огромные колонны или асфальтовой дорогой, надо рубить лес или что-то прорубать скалы. То Skyway в этом плане выигрывает просто тоже на порядке. То есть это по капитальным затратам он на первом месте. По эксплуатационным расходам то же самое. Не надо чистить снег, не надо чистить песок, не надо… Ну, то есть дорога сверху, пожалуйста, проезжай. И даже вот в этом интервью, которое мы смотрели, Олег Зарецкий сказал, что для Эмиратов специально предусмотрены такие возле колес специальные, как пылесосы. То есть транспортное средство проезжает, и оттуда перед колесом маленькая струя воздуха, которая чистит рельс автоматически. То есть там ширина рельса небольшая, то есть достаточно, чтобы щищать песочек перед идущим колесом. Это тоже такой интересный момент. По расходу энергии Skyway находится тоже в самом выигрышном положении, потому как использует солнечную энергетику, использует энергию ветра и так далее. По пропускной способности, как я уже говорил, он сравнивается с московскими, с минскими метро. Тут можно подвижной состав отправлять каждые две секунды. То есть очень большая пропускная способность. По загрязнению окружающей среды тоже он находится, он чемпион, то есть электрический, то есть электрокар, загрязнение фактически не происходит. То есть тоже по всем показателям он выигрывает. Транспортная аварийность. Видим тоже наилучшая. Ну почему-то тоже просто простой ответ. Достаточно поднять транспортное средство над землей, то есть избавить от пересечения с людьми, с животными, с другими транспортными средствами. То есть в принципе это как в авиации. То есть самолет где-то высоко летит, он ни с кем не пересекается, и соответственно и аварийность у него на несколько порядков ниже, чем в автомобильном. Допустим, для примера я приведу. В автомобильном транспорте ежегодно гибнет полтора миллиона человек. То есть автомобильный полтора миллиона гибнет. А в авиации гибнет в год тысячи человек. То есть полтора миллиона и тысяча. То есть в тысячу раз авиация безопаснее, чем автомобильный транспорт. Ну, а Skyway еще более безопасный, потому как, ну, если сравнить самолет со Skyway, то есть что будет с самолетом, если остановится двигатель? Ну, понятно, то есть он падает. А если остановится двигатель у Skyway, то просто он останавливается на рельсе. Вот дальше люди спускаются там по специальному трапу на землю, и, в принципе, все обходится без жертв. Вот. Ну, вот, в принципе, это был ответ, почему данное транспортное решение является идеальным. Еще раз, это вот весь подвижной ряд. Есть двухместные, четырехместные, шестиместные, четырнадцатиместные, двадцатиместные. То есть абсолютно под разные задачи. Есть разные виды подвижного состава. Есть решение для грузоперевозок. Грузоперевозок тоже одной из самых, довольно сильно востребованных, это является контейнерной перевозки. Ну, тоже мы вначале про это говорили. Вот. Ну, и вот так это будет выглядеть в случае с контейнерными перевозками. Вот. И, кстати, один из проектов, который планируется в этом году, в запуске, для запуска в Эмиратах, это как раз таки трасса для перевозки контейнеров длиной 130 километров. Вот. Ну, естественно, транспортная система проходит все виды сертификаций. Есть огромное количество патентов. Есть сертификация под белорусский рынок. Также делается сертификация под арабский рынок. Патенты, сертификаты, дипломы. Огромное-огромное количество тоже проделаны в этом плане работы. Вот это одно из зданий в Минске, которое находится. Уже за устроенной технологией работает около тысячи человек. То есть тысячи человек. То есть если у нас здесь есть новички, то обратите на это внимание. На предприятии в Минске собрано тысяча инженеров, которые сейчас занимаются разработкой. То есть это не где-то как-то что-то виртуальное, а целый коллектив профессионалов. Вот. Это уже новое здание, которое приобрели год назад, в феврале. И уже в принципе в течение этого года здесь, это 10 тысяч квадратных метров, в принципе размещается весь инженерный состав. Вот. Ну, я здесь в конце декабря тоже присутствовал. Мы с Олегом приходили. Вот. Ну и немножко пофотографировались. Это сборочное производство. На настоящий момент сборочное производство, оно мелкосерийное. Вот. Но сейчас ведутся работы именно по увеличению количества экземпляров, которые можно будет изгадать ежегодно. То есть увеличение. Там прорабатываются разные варианты сотрудничества с сербами, насколько я знаю. И прорабатываются всевозможные варианты дупликации. То есть увеличение производства. Только не сербами, наверное, со словаками. Со словаками. Вот это экотехнопарк в Марьиной горке под Минском. Здесь уже реализовано 5 трасс действующих. И сейчас еще две достраиваются в режиме строительства. Здесь у нас тоже несколько фотографий еще тоже. Это все настоящее из экотехнопарка. Да. Ну и один из новых, так сказать, направлений, который был запущен в 2019 году, это строительство тестового полигона в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть когда технологию показали в Минске, ею заинтересовались очень Объединенные Арабские Эмираты. и спросили, а можете ли вы такое построить для нашего региона? Ну и Юницкий тот дальше сказал, что да, конечно, без проблем построим. Да, у вас там другие температуры. У нас тут мягкий европейский климат. У вас там жесткий арабский, ну как жесткий такой экваториальный, можно сказать, климат. Вот, где много соли в воздухе, где жарко, там перепады температуры очень большие. Ну и было принято решение сделать такой же центр продаж еще и в Объединенных Арабских Эмиратах, учитывая, что там рынок очень большой, очень богатый, платежеспособный. Вот, и у них тачки уже транспортные проблемы. Вот, ну и сейчас очень полным ходом идет там строительство. Тоже реальные кадры оттуда, где уже тестировалось. Вот, ну и как Олега Зарецкий вначале мы смотрели. Сейчас там 4 всего линии запланировано. Одна из них уже полностью готова. И 3 остальные в процессе строительства. Ну, что касается перспектив. Вот так вот будут выглядеть наши города будущего, те, которые существующие. То есть видим, что люди, машины снизу, чуть выше. На втором уровне у нас транспортные системы. То есть, в принципе, мы разделяем биосферу и транспортную сферу, разделяем ее на уровни. То есть, тем самым увеличивая и пропускную способность, и безопасность, ну и остальные параметры нашей жизни. Вот. Ну и вот тоже... Вот предыдущий слайд был в рамках текущих городов применения технологий. А это уже применение технологий в рамках линейных городов. То есть, учитывая, что скорость транспортного средства может достигать до 500 км в час, то в принципе, в принципе, это делает возможным жизнь на очень отдаленном расстоянии между городами. Допустим, вот представьте, линейный город, который называется Минск-Москва. То есть, это линейный город длиной 800 км. Вот. И в принципе, живя где-то посерединке между Минской и Москвой, мы понимаем, что за час, за час на транспортной системе, которая достигает 500 км в час, мы можем переместиться либо в Москву, либо в Минск. Вот. И это, в принципе, совместимо с тем временем, которое люди сейчас тратят на передвижение в городе. Там, в Москве, в Минске, там, из одного конца, допустим, там, из, я не знаю, из Малиновки, там, не знаю, на... Ну, сейчас уже метро есть, допустим, там, ну, то есть, в Уручье, например, да, мы сейчас используем метро. Раньше метро где-то не было, то есть, это все дольше. Вот. Ну, а когда есть система транспортная скоростная, естественно, вокруг нее, вот мы тоже смотрим на примере Каменной горки, протянули ветку метро на три станции дальше, и там сразу же сформировался огромный-огромный такой квартал застройки. То есть, в принципе, здесь то же самое. Транспортная система может находиться между... Соединяет Минск и Москву, и вдоль всей этой трассы могут быть вот такие вот небоскребы, где люди могут жить, в принципе, на природе и перемещаться довольно быстро и комфортно. в любую точку, ну, ближайшую, либо отдаленную, и так далее. Ну, и по потенциалу здесь вот такая небольшая карта, это карта России, вот, но это как на Россию, так и на весь мир, все это масштабируется, то есть, до 50 километров, до 50 миллионов километров дорог, сеть, покрытие может быть, вот. Ну, и так, если уже помечтать, то есть, представить, визуализировать, как это может быть, то есть, мы выходим где-то, как метро, подходим, как на станцию метро, садимся в транспортную систему, нажимаем кнопочку, там, Нью-Йорк, например, или, не знаю, Лос-Анджелес, или Пекин, вот, и все, и кабинка нас повезла туда, куда это необходимо. И полностью автоматика все это отслеживает, все это безопасно, мы можем заниматься своими делами, сидеть там, работать за ноутбуком, или спать, или читать, или все что угодно. Вот, ну, и при наличии такой транспортной системы глобальной, ну, это такой, как бы, совершенно уже новый уровень комфорта перемещения у человека. Вот, ну, и технология, естественно, дает и родные ближе, путешествие без границ, полная безопасность пути, чистая планета, линейные города, совершенный транспорт, то есть, ну, одни, одни плюсы. Вот, ну, и немножко пофантазировав, как это может быть в будущем, мы возвращаемся в день текущий, вот, ну, и сейчас у нас 15-й этап строительства, вы уже видели, что очень много чего сделано на предыдущих этапах, 14 этапах, и сейчас у нас уже подходит к концу 14-й, и, в принципе, мы уже ожидаем в ближайшее время переход на 15-й этап. Вот, ну, и задача 15-го этапа, в принципе, это достроить необходимость, необходимость высокоскоростную трассу, то есть, то, что мы говорили, скорость 500 км в час, она сейчас достижима на компьютере, то есть, есть эмуляторы специальные, то есть, там это сделается. Но, и, кстати, мы задавали такой вопрос Наталья Чуницкая, возможно ли, допустим, не строить высокоскоростную трассу, а протестировать все в компьютере, ну, как бы это же сейчас все достижимо. Ну, он скажет, что нет, обязательно надо, то есть, 20 км высокоскоростной трассы делать надо обязательно, Почему? Потому что это люди, это сертификация, это много-много моментов, которые необходимо будет учитывать. Поэтому задача 15 этапа – достроить 20 км высокоскоростной трассы. Почему 20? Потому что скорость 500 км в час, и необходимо успеть и разогнаться, и, естественно, успеть еще и затормозить. Поэтому вот эти 20 км необходимо строить. Ну и достроить трассу для контейнерных перевозок. Тоже это то направление, которое всплыло по ходу строительства. То есть когда просто есть запрос на какой-либо вид транспорта, в принципе, и Антон Ильич Миницкий этот запрос реализовывает. Поэтому ближайшая задача партнеров, которые привлекают инвестиции в проект – это 100-150 миллионов долларов, которые как раз таки и пойдут на строительство 20 км высокоскоростной трассы и трассы для контейнерных перевозок. Для кого пугают цифры 100-150 миллионов долларов, сразу скажу, что это те суммы, которые сопоставимы с тем, что уже собрано. То есть уже собрано даже, уже больше 100 миллионов долларов собрано. И эти все деньги уже вложены в то, что мы видели до этого, в Марьиной Горке и в Объединенных Арабских Эмиратах. И по сути это даже, в принципе, сопоставимые инвестиции и вполне реально достижимые в рамках венчурных проектов. То есть сейчас венчурные проекты привлекают от 5 миллионов долларов до 500 миллионов долларов. Поэтому тут, в принципе, пугаться этого не стоит. Вот если у вас есть какие-то выходы, ну и важно на кого, на бизнес-ангелов, на венчурных инвесторов, на простых людей. В принципе, вот эти суммы из 100 миллионов долларов были собраны простыми-простыми фактически людьми, которые каждый день встречаются с проблемами транспорта у себя, в своем городе. Вот и поэтому это все достижимо. Вот для, как я уже сказал, для тех, кто занимается привлечением инвестиций и тех, кто инвестирует для инвесторов, то есть есть разные, в принципе, варианты. То есть есть вход от 50 долларов, как инвестор, есть вход от 50 долларов и, в принципе, до бесконечности. Ну и есть в рассрочку, есть разовые пакеты. То есть, в принципе, на любой кошелек, на любой вкус привлекаются инвесторы. Ну, естественно, еще раз как бы вернемся к тому, что есть инженеры, которые строят, которые наши мозги. И с другой стороны, то есть как птица, два крыла. То есть, с одной стороны, это инженеры мозги, и второе крыло – это кошелек. То есть финансы, ресурсы, которые как раз-таки и пускаются на оплату этих мозгов, на оплату металла, бетона, техники, то есть аренды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, у любой птицы должно быть два крыла – как инженерная часть, так и финансовая. Ну и, в принципе, финансовой частью простые люди могут в этом поучаствовать и приобрести долю в компании, которая в дальнейшем будет выходить на рынок. Ну и тоже пару слов про это скажу. То есть, почему это выгодное вложение. То есть, вы приобретаете долю компании со скидкой в сотни раз от номинальной стоимости. То есть, то, что оценивается в один доллар, сейчас продается за центы. За один, за два, за три цента. То есть, так как технологии и все еще предстоит строиться, внедряться, вот поэтому для инвесторов делается такой дисконт. Ну и чем ближе мы к окончанию 15-го этапа, тем меньше дисконт у нас будет в кабинете. Допустим, если вы зайдете на сегодняшний день в кабинет, то вы увидите дисконты от, уже где-то от 20 до 50. Это вот существующий на сегодняшний день дисконт. Пожизненные дивиденды. То есть, с каждого реализованного компании адресного проекта вы получаете прибыль пропорциональному количеству ваших долей. То есть, еще раз, чем больше дорог мы строим, тем больше будет стоить эта компания, и тем больше она будет приносить прибыли. Ну и эта прибыль будет распределяться между теми людьми, которые поучаствовали в реализации данного проекта. Юридическая защита. То есть, приблизительные доли находятся в самой надежной, безопасной юрисдикции, британской юрисдикции. Интиллерийная собственность. То есть, группа компаний владеет исключительным правом на технологию струнного транспорта. То, что мы выше говорили, это патенты, это ноу-хау. И даже проводила специальная оценка интиллерийной собственности. Вот эксперты установили, что стоимость интиллерийной собственности, она более, то есть, по скромным оценкам, более 400 миллиардов долларов. То есть, иногда говорят 400 миллиардов, почему так много? Но я вам скажу, что 400 миллиардов, это, наверное, насколько я знаю, от 2 до 5% от реальной ее стоимости. То есть, 400 миллиардов, это от 2 до 5% от реальной ее стоимости. То есть, количество, потребность в этой технологии, она есть везде. То есть, взять глобус, покрутить его, ткнуть пальцем, и вот куда мы попадем, там обязательно будет транспортная проблема, которую необходимо решать. И это транспортное решение, оно идеально подойдет для той местности, для решения той проблемы. Поэтому 400 миллиардов, ну, сейчас, кажется, да, много, но через лет 5, 10, 15, 20 мы поймем, что это не так-то и много. То есть, даже, ну, сравнивать с другими компаниями, которые на сегодняшний день есть уже на рынке. Ну, естественно, совладение мировой корпорацией. Приобретая доли компаний, вы становитесь одним из совладельцев потенциально крупнейшего мирового транспортного холдинга. Ну, почему так? Ну, мы можем посмотреть, там, авиация, железные дороги, автомобильные дороги. То есть, это вот такое некое среднее решение, взяты, так сказать, лучшие моменты. И вот из железной дороги взят рельс, например, да, из автомобильной дороги взят, ну, как кабинки, да, то есть подъем над землей взят из авиации. То есть, вот это идеальное решение, симбиоз в виде нашей транспортной системы, оно как раз-таки имеет потенциал, очень-очень, ну, очень большой потенциал к внедрению. Ну, и, естественно, наследие детям и внукам. Помогая проекту, вы не только сами становитесь совладельцами, но эти доли, они потом передаются по наследству, как любая собственность, как квартира, как машина, то есть, как деньги. Все это передается по наследству детям, внукам. Поэтому участвую сегодня в проекте. Вот вы не только участвуете в реализации данной идеи, данного проекта, но еще и оставляете хорошее наследие как для себя, так и для своих детей и внуков. Вот, ну, в принципе, на сегодня по технологии у меня все. Вот тут у нас слева есть раздел «Вопросы». Да, Олег, включайся. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Ну, и видео мы с вами посмотрели из выперталя. Что еще можно показать? Ну, можно, Олег, у меня еще есть здесь видео с принципом струнного транспорта, в принципе, тоже можем посмотреть. Ну, если там какие-то будут мысли на этот счет. Вот, ну, и, в принципе, пишите, да, ваши вопросы, вот, ну, и передаю слово Олегу, а я пока попью водички. Ну, да. Ну, дорогие друзья, спасибо Алексею. Ну, вот еще раз, я вот хочу сказать, что вот сам я читаю эти лекции, да, слушаем мы наших вот спикеров уважаемых, там, Суходоева, Маслова, Волкова, вот. Вот, и опять-таки я вам в прошлый раз сказал, что пока сам вот не сделаешь, пока вот сам не проделаешь тот же опыт, вот, как я показывал вам в прошлый раз, да, с ниточкой, с бумажечкой, что когда не натянуто. Поэтому меня это очень впечатлило. Я поэтому постараюсь опять-таки вот произнести 10 пунктов, что Алексей сказал, да, и я думаю, что повторение мать учения. Поэтому вы, пожалуйста, вот послушайте, что я для себя отметил, да, вот, значит, струны транспорт Юницкого. Вот вы должны запомнить, новички вы, старички, потому что я говорю, мы все это все слушаем, все понятно, киваем головой, потом, когда касается дела, мы выходим с вами на встречу с потенциальными партнерами, да, у нас все пропадает. И мы начинаем только вот открывать рот, махать руками, ну, и, в общем-то, иногда получается не очень хорошо. Хорошо. Я для себя сделал такое 10 пунктов, которые я внес, опять-таки, послушав Анатолию Эдуардовичу, вот его небольшой ролик. И вам хочу, чтобы вы, вот, допустим, для себя отметили 10 пунктов, да, что первое, значит, эстакада Юницкого – это принципиальная, иная, нежели традиционная. То есть она вот предварительно натяженная. Мы это все вам с вами показывали, да, рассказывали, что если положить трубочку какую-то там между двумя книжками, положить на нее, как бы я вешал, коробочек, да, клал, и коробочек эту структуру провалил. Как только это удерживаешь эту, натягиваешь нить, закладываешь книжечки, держит даже под пассатижей. Я вам показывал, да, еще раз покажу, вот в следующий раз. Далее. Натяжение осуществляется на анкерные опоры, вот на анкерные опоры, а те, в свою очередь, стоят на земной коре, да, то есть получается таким образом напряжение идет, вот, передается по всей длине, и вот на каждый анкерный опор, она тоже, в общем, распределяется по всей длине, и все эти анкерные опоры на земле, поэтому как бы огибают эту земную кору и вот держат. То есть, понимаете, не отдельно, вот отдельные, скажем так, отрезки, а именно вся натяжение, вот вся натяжная структура по всей длине, где бы ни было нагрузка, она передается по всей длине. Вот это принципиально важно второе. Вот, кстати, здесь вот картиночку я, Олег, открыл, вот можно посмотреть вдоль берега, идут башенки, вот каждая башенка – это анкерная опора. Ну, можно, да, это вот, да, совершенно верно. То есть, таким образом получается вот такое вот напряжение, и вот эта вот нить, она неразрывная же, вот эта струна, да, поэтому она вот передается от первых ко второй, к третьей и так далее. Я даже когда приводил пример, говорю, что когда пассатижи повесил, то книжечка начинает клониться друг к другу, да, вот эти две книжки, на которые я делал. И если дальше растянуть эти книжки, дальше поставить другие, к ним опять привязать эти ниточки и так далее, то получается вот нагрузка падает на все именно вот эти анкерные опоры, соответственно, они хорошо крепятся в земле. То есть, вот это принципиально важно, потому что ничего другое до сели не было сделано. Те же железные дороги и так далее, они все равно между собой соединяются. Там есть вот эти швы, либо там перепады и так далее, поэтому это все отдельно. Дальше получается, вот эта структура, наша путевая структура, она растянута, уже предварительно растянута, поэтому ей никогда не возникнет сжатия. Я вот сам играю на гитаре, и вот если кто играет на гитаре, вы знаете, что медиатор, вот эта вот такая плотиночка, да, иногда используют гитаристы. Значит, если мы положим между струнами, засунем, да, он там остается, то есть вы приходите, там достаете из чехла гитару, а медиатор там. То есть вот таким образом получается, что никогда не потеряет устойчивость. То есть вот натянутые струны, вот они держатся, и таким образом получается нет эффекта сжатия. То есть если струны распустить, там все выпадет и так далее, соответственно, структура уже получается вот эта неустойчива. В данном случае при натяжении получается такая вот натянутая и сохраняет устойчивость при данной конструкции. Далее, сгибающий момент. Вы сами знаете, что были, и вот Алексей показывал, что если положить огромную балку между двумя опорами, соответственно, балка за счет своего веса, она давит именно в середину. Поэтому в этом случае рушатся иногда мосты. В общем-то, что они рушатся, потому что тяжесть огромная. Здесь, получается, за счет натяжения струны, за счет легкости струны, да, тут, ну, скажем так, Юницкий Анатолий Эдуардович приводит, что там в два раза падает, может, ну, там, поскромничал, да, гораздо больше падает вот этот вот сгибающий момент, да, за счет этого натяжения. Поэтому, чтобы выдержать ту или иную нагрузку, надо как минимум в два раза уже меньше материала, соответственно, это удешевляет, да. Ну, вы сами видели, вот как Оля, это моя сестричка, вот она в Германии приводила пример, как она смотрит там такая громоздкая конструкция. И когда Алексей показал рисунок, когда там струна, я еще, Леш, подумал, что в этот момент, если еще струну сделать небесной такой же по свету, да, то есть, получается, они вообще будут парить тогда воздух, если вот такой можно ноу-хау такой предложить, чтобы еще... Снизу голубой краской. Ну, да, чтобы еще и покрасить эту струну или сделать ее такой, знаешь, прозрачной. Может быть, мы и дождемся такого, когда уже струны будут вообще даже невидимы, то есть, вот в таком случае. Ну, ночью так точно их видно не будет. Ну, вот такая идея, да, возникла. Дальше. Значит, пятое, что вот для себя отмечаю, да, что при высокоскоростном движении, это больше 300 км в час, вы знаете, у нас будет и 500, и 600 км в час, 90% уходит на аэродинамику. То есть сопротивление воздуха, Леш, не правду говорит, когда дети едут, они все время ручку высовывают, это вот это вот дрожение, дрожит рука от воздуха, действительно всегда интересно. Либо когда очень жарко, мы всегда любим, там, высунут руку, то, ой, немножко освежится, потому что плотность воздуха сразу чувствуется. Так вот, 90%, особенно при большой скорости, она тратится именно на сопротивление, да, то есть 90% энергии уходит на вот это вот сопротивление воздуха. Поэтому Антон Эдуардович говорит, что если этот автомобиль поднять над землей, тот же автомобиль, да, но над землей поднять его, тогда сразу уходит эффект экрана, то есть там, ну, вы сами знаете, что если там многие автомобили, почему не могут разгоняться? Потому что если при огромной скорости вот этот эффект экрана даже иногда закручивает автомобиль, там, нос подымает его, идет там уже, скажем так, сальто-мортали и так далее, да. Вот, поэтому, конечно, многие автомобили, они сделаны так, что их прижимает к земле. Соответственно, это все уменьшается скоростью, и вот автомобиль борется именно с потоком воздуха, которое сопротивление. Поэтому, если это разобраться, вот эта аэродинамика, то есть у нас все наши юникары, юнибусы, юнифлэш сейчас совершенно уникальная форма у него, да, это вот, это именно для того, чтобы уменьшить вот это вот, улучшить аэродинамику, то есть это как самолет, вот, как самолет, вот. Поэтому в данном случае при, даже если мы поднимаем над землей, улучшается в 2,5 раза с учетом аэродинамической формы наших, значит, транспорта SkyWay, это еще лучше. Поэтому в этом случае получается, это архиважно, потому что даже вот Алексей приводил пример, ну, как я вот говорю, в Москве тоже был, там вот тоже есть там монорельс, да, но это же громадин, это там громадин, там вот, оно заслоняет все, там бетонная структура, там все построено, эти колонны огромные, потом бетонные, бетонированные, ну, в общем, асфальтированную дорогу бетонированную подняли на высоту, да, ездит он медленно, но не сравнит, совершенно не сравнит, да, ну и, соответственно, скорость там небольшая, но опять-таки вот это вот эффект тот же экрана там, что, ну, то есть там об экране идет, потому что там 20 километров максимум идет скорость, ну, безопасность, да, есть. Но я вам о чем сказал, что в данном случае здесь только проходят два рельса, поэтому ни о каком экране говорить не приходится, и это архиважно, то есть это тоже очень важно вам запомнить, когда вы будете рассказывать, в чем отличие, там вот там есть, там, там, ну, внешне это очевидно, но главное объяснить вот этот эффект экрана, и уже далее, ну, можно развернуть при каждом дальше, скажем так, случае, каждый разобрать отдельно. Соответственно, значит, смотрите, при таком подходе, когда вот так транспорт не тратит на энергию, значит, соответственно, мы не тратим, и затраты на энергию тоже уменьшаются на порядок. То есть вот как Алексей говорит, там, надо то, надо сё, надо другое, надо там электроэнергии много, тут вы видите, у нас есть и батареи, у нас есть ещё, вот, Анатолий Эдуардович стремится, чтобы было, допустим, там, где солнце, солнечная энергия, там, где ветра, ветровая энергия, то есть вот этого уже будет достаточно, потому что минимальная затрата энергии на осуществление, на движение данного транспорта. Я даже добавлю ещё, вот поэтому, солнечная ветровая и даже энергия гравитации, энергия гравитации. Вот между двумя башенками натянута дорога. Совершенно верно, да. Транспортно-средство стартует с одной башни, за счёт силы гравитации идёт разгон, потом в центральной части максимальная скорость, и потом, когда он возвращается на эту станцию, на следующую, он за счёт гравитации затормаживает. Динамо-машина, правильно? Да, да, и набирает эту энергию, да. То есть пока, допустим, вот в Китае построили этот монорельс, который на магнитной подушке, они, получается, борются с гравитацией. То есть они борются, они 85% энергии на борьбу с гравитацией пускают. А здесь, получается, Юницкий использует гравитацию себе во благо, то есть он разгоняет транспортное средство. Вот, то есть это просто гениальная штука. Ну, а если использовать ещё энергию, что мы можем ещё педали крутить, да, то, Лёш, тут вообще можно заниматься и фитнесом, и сразу же, в общем-то, уменьшать стоимость того же проезда, как при желании, да. В общем, тут, я говорю, тут просто транспорт совершенно другой, который мы даже ещё не можем представить, да. Вот, ну, в общем, здесь можно говорить бесконечно, я просто так вот стараюсь кратко, вот. Ну, и о безопасности, опять-таки, говорим. Первое безопасность, это мы говорим о том, что это транспорт, который действительно не закатывает нашу землю под асфальт, да. То есть это транспорт, который мы поднимаем. Ну, если так, как Анатолий Двардович говорит, самолёт, то есть транспорт автомобильный или железнодорожный, железнодорожный, это, там, первый уровень, да. Если самолёт взять третий уровень, потому что это высоко, там, 8-10 тысяч километров над землёй, да, то вот этот транспорт второго уровня, когда он получается вот в этой нише, которая ещё не использована, практически не использована. То есть есть определённый, вот мы как сегодня смотрели, Оля показала, да, либо монорельсы, либо вот, как китайцы стали строить на авиадуках вот это вот тоже. Но я, опять-таки, когда показывал в презентации, что это очень всё громоздко, и там действительно уже там точно ничего расти не будет после этих бетонных всех сооружений. И вы знаете, что у нас расстояние, ну, есть расстояние между, может быть, анкером и опором до 5 километров, и даже вот Волков, когда как-то говорил, что даже 7 километров может быть, там определённые есть изменения, но даже 5 километров – это и то. Вы понимаете, как может быть ажурно всё это красиво выглядит? Вот, ну, смотрите, значит, опять-таки, не закатана будет площадь, да, вот сейчас уже 5 в Великобритании, тут только под дороги, это уже мы не берём ни города, которые иногда всё плиткой уложены, и сами дома стоят и так далее, да, то есть всё просто только дороги уже, а Великобритания – это для, чтобы для интереса было, 343 километра квадратных, даже больше, 344 почти. То есть 5 в Великобритании – это 1 миллион 220 квадратных километров просто под дороги, то есть где не растут деревья, травы, нет животных, растений, в общем-то, то есть насекомых и так далее, нет ничего, просто закат. То есть миллион квадратных километров… Миллион 200, Лёш, миллион 200 даже. Миллион 200 квадратных километров асфальта. Асфальта, да. Вот. Ну, и кто вот живёт в Минске, тот может поехать вот где сейчас строят, допустим, возле библиотеки вот этот вот каменный джунгль, когда-то вот захотелось, ну, это район Востока, да, вот. И казалось, там, ой, всё новое, красивое, там действительно вот деревья как-то спали с толщиной, да, там несколько деревьев, всё остальное огромное здание, всё плиткой заложено, в общем-то, там, я не знаю, там вот действительно становится страшно немножко. Это вот как-то даже ещё хуже, чем советские эти девятиэтажки, вот реально, потому что двора в двору вообще нет. И всё это в машинах, всё это в плитке, всё это закатано в асфальт, это действительно страшно. Поэтому упаси Божие, и, конечно, я теперь себе всегда представляю вот эту вот картинку линейного города. Вообще это мечта, да, и я очень сейчас мечтаю о том, чтобы жить в таком городе, жить в таком линейном городе, жить в такой башне, да, где будет всё зелёное, где будет такой транспорт. Поэтому задача наша сейчас вот нам всем с вами объединиться и, в общем-то, визуализировать и стремиться к осуществлению именно данного проекта, чтобы, как вы знаете, не только был транспорт, но и было вот ещё построительство линейных городов. Поэтому, значит, для строительства вот ещё дорог, вот вы сами знаете, вот эта статья в ведомостях, это просто феноменальная статья, да, когда сказано, что, допустим, дубайское метро построило метро за 120 миллионов долларов за километр, да, и при том, что Skyway идёт стоимость одного километра от одного миллиона долларов. 120, ну пусть даже будет 5, если там будет скоростная, да, но 120 и 5, ребят, это ни в какие рамки не идут, да, поэтому, конечно, здесь экономически очень выгодно, поэтому вот представьте теперь, если там метро дубайское, вот оно по Дубаю прошло, да, сколько там станций, там 20 станций, я уже не помню точно, да, вот. Это умножьте на 20, да, то есть вот какая сумма получается, там баснословные деньги, да, то есть 240, сколько там, 2 триллиона, там, 400, там, вот так вот, можно сказать, сколько там километров, да, то сколько за эти деньги можно построить Skyway? Вот поэтому, когда люди говорят, ой, будет это, не будет, да, будет даже с точки зрения подойти меркантильного подхода, да, это уже в сотни, даже не в десятки, в сотни раз можно построить больше дорог, при том они будут красивее, они будут быстрее, как Алексей показал, маленькая станция, да, я был в дубайском, конечно, аэропорту, я знаю, это просто там город в городе называется, да, там это, и для меня, например, понятно, что там куча магазинов и так далее, но магазин это магазин, а также в основном, почему там люди? Потому что ждут своего вот этого огромного лайнера, мы летели обратно на самолете Boeing 777, 3 7-ки, да, огромный просто лайнер, ну вот, чтобы его наполнить, потому что там в три ряда вот эти кресла, да, там по четыре, кажется, то есть три посередине четыре и опять три, кресла огромные, такие как бизнес-классы, как вот в машине такие огромные кресла с телевизорами и так далее, но вот чтобы его наполнить, там, вы представляете, сколько надо вот, и таких самолетов очень много, а тут правильно Алексей говорит, пришел с семьей, даже если это таможня или там паспортный контроль, ты прошел сразу, подходишь, садишься и уезжаешь, садишься и уезжаешь, садишься и уезжаешь, ребята, вот это вот, конечно, колоссально, вот, поэтому, и десятое, что я всегда говорю, ну, мой папа тоже разбился на машине, поэтому я говорю, для меня это архиважно, да, что вот каждый год гибнет полтора миллиона человеческой жизней и остается на асфальтных дорогах, и поэтому, когда Алексей говорит, вот, там, авиатранспорт, все боятся, потому что если там падает бомб, то это все по всем новостям, упал самолет, упал самолет, ну, он падает один раз в год, а может, может, еще меньше, может, там, ну, бывают, да, такие несчастные случаи и так далее, что там ракета сбила или так далее, да все, но это несравнимо, а вы сами понимаете, сколько вообще машин врезается, постоянно гибнут люди, 10 миллионов остается людей, которые становятся инвалидами, поэтому, конечно, этот транспорт себя исчерпал, при всех других негативных последствиях, вот это вот, конечно, уже не вернешь человеческую жизнь, поэтому, конечно, я обеими руками за то, чтобы этот транспорт был быстрее, я визуализирую, как я уже, в общем-то, выхожу из дома, у меня стоит мой собственный юникар, сажусь, нажимаю кнопочку, и, в общем-то, выезжаю туда, куда мне нужно, в центр города, либо там куда-то еще и так далее, то есть это будет реально, ребята, это будет просто тут надо нам не сидеть и ждать, а просто поработать еще и всю свою энергию тоже изучить, вот как я говорю, 10 пунктов я для себя выписал, и вот с этого я начинаю, если человек заинтересовался, хочет глубже, конечно, тут глубина просто неимоверная, поэтому тут можно много смотреть, много видеть, и теперь мы, конечно, очень сильно ждем, для тех, кто сомневается там еще, конечно, для них будет большим вот этим вот таким шоком, что уже откроется, когда вот эти вот в этом году линии уже поедут уже в Дубае, да, Алексей, вот, и, конечно, то, что вот это правительство Эмиратов очень заинтересовано именно в грузовой трассе, это тоже архиважно, да, потому что действительно бизнес, вот эти вот порты, перегруженные вот этими контейнерами, огромными по 30-тонниками, все заставлено, здесь же, я тоже не могу представить, со скоростью 120-130 км в час будут эти контейнеры, конечно, это фантастика, ребята, там будет очень быстро разгружаться, вы представляете, это вот, не надо ничего ждать, это когда машина подъедет, этот грузовик, пока на него опустят, пока он развернется, пока это вот будет линия, просто туда будут ставить, там можно сразу 10 кранов, вот их сразу будет 10 кранов работать, 10 кранов работать, и они будут со скоростью 20 км в час улетать, да, поэтому здесь я бы даже сказал, не надо сомневаться, надо просто все сделать, чтобы спокойно донести эту информацию до вашего окружения, вот и все, и сказать, я говорю так вот, я инвестировал, сколько, не важно, вот, но чтобы тебя догнать, надо постараться, вот, и потом пусть сам человек решает, да, потому что уговаривать и бегать, ну, не надо сейчас уже, сейчас уже, скажем так, время, время работает уже, скажем так, против них, кто вот еще сомневается, думает и так далее, поэтому закатаем, закатаем с вами рукава, вот, и вперед, да, нет, следующее, вот так, ну, рассказывайте, чтобы, единственное, что я, знаете, о чем говорю, что, чтобы вам потом не сказали люди, которые рядом с вами, почему же ты мне не сказал, вот это будет, вам будет удар под дых, и вы можете потерять людей, поэтому я говорю так, ребят, я вам сказал там кому-то конкретно, говорю там, допустим, Лена, я тебе сказал, ты меня услышала, вот, я инвестировал, вот, моя жена свидетельна, она тоже инвестировала, да, вот, твоя задача, инвестируешь, ну, я подумаю, все, но я тебе сказал, вот тебе еще на Viber, либо на WhatsApp, либо на Telegram у тебя информация, что я тебе говорил, все, и закрываем вопрос, ребят, делайте так, и следующему говорите, вот, это так, такое мой резюме, таких 10 пунктов, тогда, вот, вот, то, что я хотел сказать, Леша, спасибо тебе за презентацию тоже, вот, я для себя опять отмечаю. Спасибо, 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 Олег, да, за подборку, такое получилось, как бы, небольшое резюме, то есть, краткое, обзор, вот, того, с чего мы обсуждали 40 минут. Ну, в принципе, у нас время подходит, наверное, к концу, мы в часе, как всегда, уложились, молодцы, вот, ну, и я, наверное, сейчас напоследок, я сейчас думал тоже, пока Олег рассказывал, какое же видео вам включить напоследок, вот, и думаю, что, ну, если есть вопросы, пишите, то есть, пока мы сейчас закругляемся, можете писать вопросы, вот, но напоследок, я, наверное, все-таки включу Skyway на главном канале Белорусского ТВ, потому, как у нас все-таки презентации для белорусского региона, вот, ну, понятное дело, что могут смотреть нас изо всех стран, вот, но у нас отдельно для белорусского региона проводятся посреди, как раз, вебинары, вот, поэтому, я думаю, что мы включим Skyway на главном канале Белорусского ТВ, вот, ну, и кто-то написал комментарий, сейчас почитаем. Так, Олег, благодарим, да, Олег, благодарим и вас, вот, ну, в принципе. Там Лена Степина написала, вопросов нет, только благодарность, я поэтому ответил благодарен. Спасибо, Лена, спасибо. Все, встречаемся, я сейчас уже включаю, уже вам прощаться не буду, то есть, встречаемся ровно через неделю, в 20.00, вот, как обычно, вот, так что, до новых встреч, вот, спасибо, Олег, за дополнение, спасибо всем за присутствующим, кто приходил за время, за ваше, за ваш интерес, за ваши ответы, вот, ну, и посмотрим сейчас напоследок видео Skyway на главном канале Белорусского ТВ. До свидания. Да, до свидания. Знаете, где находится центр Беларуси? Спорим, многие даже и не задавались таким вопросом. Честно говоря, я тоже пока не стала путешествовать. Это не приманка для туристов, а научно обоснованный факт. Географическое сердце находится недалеко от Марьиной горки, куда я сегодня и отправлюсь. Сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Не про струнные инструменты, а именно про транспорт. Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Михаил Викторович, расскажите, что это за технология струнный транспорт? Это инновационная технология. Отличается от всех остальных своей уникальной конструкцией, именно преднапряженной эстакадой, что делает ее легкой, красивой, ажурной, необычайно прочной. Ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости, ну, как минимум, 500 километров в час. 500 километров? То есть, вот смотрите, мне как водителю сразу становится любопытно насчет безопасности. Учтены, я думаю, абсолютно все, но, во-первых, путь абсолютно ровный, поэтому нету никаких кочек, на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов. Есть противосходная система, которая не дает отклониться от заданной траектории, естественно. Затем отсутствует пресловутый человеческий фактор. Кроме этого, на этом же уровне не существует ничего, с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться. Вот, допустим, автомобили движутся по дороге, по поверхности земли, где есть и общественный транспорт, автобусы, и поезда, и велосипеды, и все что угодно. И все это пересекается. У нас же все эти перекрестки на разных уровнях. Внешне система напоминает канатную дорогу, по которой перемещаются кабинки. Только здесь они едут по рельсам струнам, натянутым между специальными опорами. В разработке грузовой, городской и междугородний транспорт. В качестве личного транспорта мы можем предложить, например, юнибайк. В нем может быть от одного до трех мест в различной компоновке. Могут быть установлены педальные узлы. У нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно. Тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Да, и форма, и содержание. Прошу. Ой, как здорово! Подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом. Только его водителю шлем не нужен. Собственно, как руль и коробка передач. Их тоже нет. А вот расскажите, туристы, как они могут посетить ваше предприятие, познакомиться с новыми технологиями? То место, где мы сейчас находимся, это центр испытаний, международной сертификации, демонстрации струнного транспорта. Это, естественно, закрытый, можно даже сказать, режимный объект. Но ежегодно мы проводим экологический фестиваль. Любой желающий может купить билет, приехать сюда самостоятельно, самолично, опробовать наш струнный транспорт. Обтекаемый силуэт, футуристический вид, кабинки похожи на космические корабли. Я решила прокатиться на воздушной маршрутке. Ехать в транспорте будущего очень комфортно. По ощущениям, будто Париж над землей. А как здесь, в принципе, все устроено в кабине? Есть климатическая установка. Вот вы слышите звук ее работы. Жара на улице. У нас здесь, по-моему, прекрасная, комфортная атмосфера. В случае чего-то непредвиденного звонок диспетчеру. Камера видеонаблюдения. Вот это дисплей мультифункциональный, где можно посмотреть видеопрограмму, получить информацию о маршруте и так далее. Никаких, естественно, рычагов управления здесь вы не найдете, потому что автоматическая интеллектуальная система управления берет на себя все, скажем так, функции, связанные с движением. Так здорово, как в своем автомобиле. Едешь, музыка играет, расслабляет тебя. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать, что я ездила на транспорте будущего. Мне вспомнился фильм «Пятый элемент». Там тоже пользовались городским воздушным транспортом. Время покажет, сколько в проекте фантастики, а сколько реальности. Редактор субтитров А.Семкин